будучи на стриме таки здравствуйте здравствуйте шалом алейхам уважаемый здравствуйте откуда вы будете аж кент узбекистан с разных концов бывшего ссср что 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 какой с разных концов бывшего ссср он с ташкента ясно очень приятно а вы откуда на республика татарстан россия ясно казань ясно а вы откуда я израиль здоров понял но есть я не знал что вы с израиля я подумал бы что вы из китая почему потому что очень похоже на того самого знаменитого философа на конфуция похоже спасибо за комплимент так самое главное что я двое не так не до конца дослушали не внешним видом а мыслями они так и прут из вашей головы а вы видите мысли у него есть такая способность есть такая способность читает ауру по монитору меня зовут искандер как как к вам обращаться меня зовут владимир очень владимир очень приятно ну я бы вы понимаете что мы шутим мы на позитиве самое с юмором у меня все нормально я гораздо волоса конфуция не ну вы мне польстили я вам скажу сравнить меня с конфуцием даже в юмористическом плане ну я вам скажу что маху дали слушать вспомнился анекдот владимир вот сейчас я вспомнил анекдот как еврейский можно не обидитесь ради бога сара подходит к больше больше говорит ягод сегодня маху дала говорит ну и как тебе мужчина маха ягод я двадцать пять рублей потеряла лучше бы ты маху дала говорит слушайте владимир вот вот вам конфуций ребята один в один одно одно лицо но хорошо и скажите что бабай был неправ так и да так самое интересное что если сказать владимиру году так не не хорошо так так выглядеть это же неправильно он скажет ну хорошо быть борду я сбрею внешность поменяю парик одену а с мыслями чё делать ясно подписывайтесь на нас а вы на меня опа а так ваш канал называется евреи щад рулетки евреи щад рулетки так и называется серьезно называется ну-ка давайте мне вот там у товарища у моего называется канал гасконец рус по-русски напишите гасконец и сразу увидите стрим в тюбетейке да 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 он сам он сам 4000 подписчиков у меня мало у меня 250 всего ну таки шо какие ваши воды да ради бога второе называется бабай английскими буквами бэй бэй в конце игрек вай я напишу по-русски но он мне что нет он не найдет он не найдет здесь оказывается бабаев много да бабаёв немерено абрам и изи идут синагогу и спорят слушай давай спорим что я заплачу синагоги меньше чем ты абрам идет и думать если я отдам копейку то что он может заплатить меньше подходят синагоги абрам кладет копеечка изи говорит это за двоих зараза не хочет искать канал владимир вы тогда сделайте так самок давайте давайте не подожди подожди давай давайте я вам я вам пришли общение вроде бро похоже там а у вас сколько подписчиков у баба и воно это мне здесь семьсот девяносто восемь тысяч миллион четырнадцать владимир я вам отправил скопируйте вставьте и нажмите enter вон она все я увидел я они не пропечатал я сразу сказал что бабаев много нет ни фон и конфуций далеко не букву пропустил лучше генерировать умные мысли печатать на клавиатуре это разные вещи и путайте теплое с мягким не но смотрите всегда под побеждает твердое я его вижу слушай замечательный человек подождите я брошу ссылочку я это самое я подписался на вас так что я вас посчитал как в том мультике мама посчитали вот вам вам единственное не повезло я скажу честно у меня мой помощник уже пошел почивать он восемь часов уходит спать так нет у меня есть прекрасный помощник попугай ой мы мы в этой рулетке видели попугаев у нас только пингвина у нас вот пингвины узбеки мы больше по конфуциям я расскажу вам маленькой маленькую мою хитрость когда значит мне вот знаете бывает вот включаешься и бывает человек симпатичен бывает не очень и вот когда не очень значит вдруг чувствуешь что ну вот как-то не очень что-то а он задает вопрос о чем общаетесь евро пингвинах очень хорошо бывает когда я ошибаюсь почему потому что разряжает обстановку и начинаешь нормально общаться с человеком а бывает ведь каратит ой я вам скажу по себе у меня закоротило так что он говорит а на каком полюсе пингвины живут я понимаю что он на полном серьезе забивает этот вопрос и он меня раз 25 спросил этот вопрос и слушать я спрашиваю совсем по-другому почему белые медведи не едят пингвинов то ли они быстро бегают то ли они высоко летают нет я я знаю ответ потому что кто им даст съесть пингвинах моих нет моих не дают будет вернее я обычно говорю а кто и будет кормить пингвинами учу зоопарк пингвинов не дают на корм белым медведям вот слушайте вы сказали про корме и и у меня есть замечательный анекдот это когда сара значит вечером гостям говорит кушайте дорогие гости кушать а если у вас нет совести то и завтра приходить но это старость большой бородой такой анекдот уже это самое а этот анекдот вы тоже посмотрите на меня я ведь тоже не молод и у меня тоже есть борода да как что как в том анекдоте помните когда пришли гости в еврейскую семью на столе только хлеб все сидят ужинают и в этот момент когда ужинают заходят сары мойша уже горит пора нести куру полгать нет пока еще рано гости сейчас курочка будет через 15 минут она лет мойша пора нести куру он нет еще рано еще проходит полчаса через полчаса мойша уже пора нести куру он говорит да уже теперь пора что она вынесла она вынесла живую курицу поставил на стол и она склевала все крошки которые остались да старая 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 да это что ты что ты жрешь таблетки ты что заболел говорит нет у них сегодня заканчивается срок годности это я не слышу а этот хорошо если вы этот не слышали вы наверно тоже не слышали такой как пациент звонит доктор говорит доктор выглядит мне прописали свечки от геморроя что мне с ними делать вставьте себе их в задницу доктор я вам позвоню когда у вас будет хорошее настроение а вы сейчас стримите нет я вообще не стримлю нет монетизации поэтому мне нет интереса стримить я еще этим не занимался не оформлял ловили я скажу вам по секрету в узбекистане тоже нет монетизации у ютуба от слова совсем нет я не про youtube я про стрим же чем хорош вот вы выходите вы сидите вы развлекаете народ народ приходит настроение хорошее получает у них появляется желание поделиться чем поделиться настроением они не могут поделиться потому что вы их не видите значит они могут поделиться только денежкой вы же проживая в израиле должны понимать мое состояние мы где-то с вами рядом думаем одинаково вопрос в другом мне денег хватает вам на вам видимо не хватает поэтому вы сидите на стриме мне надо перед монитором вот так вот ставить шляпку у меня вопрос возник к владимиру ну хорошо нас вы вычислили нам нам да нам надо я знаю я вы же не понимаете что я им говорю ребята когда кур унести владимир нашим чатом потихонечку делает легкий намек спасибо владимир спасибо владимир они должны понимать что вам денежка нужна независимости от всего вот у меня у меня в чате уже написали валентина учаева пишет ну началось старый хороший анекдот с бородой пока не началось владимир атаку вопрос давайте ну так на позитиве мы разговариваем давайте все-таки на позитиве и будем продолжать разговаривать вы же не всю не всю жизнь живете в израиле вы откуда приехали то в израиле я приехал я вам скажу я я выдерживаю выдерживаю среднежизненную температуру юга я выдерживаю среднежизненную температуру то есть то есть не выше 36 градусов нет не обожгите себе ноги но если они замерзали раньше то теперь они греются человек человек я предположу откуда-то с северных широт вот видите у вас у вас хорошо развито на мышление ну наверно город на риж заполярный город на риж я еще раз говорю среднежизненную температуру я выдерживаю я прожил часть жизни там заработал там пенсию которую ну небольшую но мне там они они пытаются платить правда после октября что-то не захотели платить уже вдруг посчитали может быть меня хамасовцы грохнули ну я вот на зло им живой на вас наложили санкции а кстати между прочим вы знаете что израиль в общем-то на россию санкции не стал накладывать это к сведению к вам к информации слушайте владимир у нас есть подписчики из израиля и вот они говорят виталий скажи ему лихаем так что лихаем а владимир лихаем ой с удовольствием лихаем шаббат шалом воистину шаббат шалом таки да воистину лихаем спасибо владимир я на вас кстати подписался спасибо будем дружить с семьей я получаю колоссальное удовольствие скажите а у вас когда мы начали беседовать у нас добавилось донатов нет зевак 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 подождите до донатов мы еще дойдем а зевак мы мы даже честно говоря не отслеживаем этот момент мы просто сидим развлекаемся а ты развлекаем народ это у меня кто здесь это самое это но у нас в общей сложности на двоих у нас 88 человек так это у нас стрим на газ конца таки вы посмотрите может быть кто-нибудь пришел по моим ссылкам и подписался к вам я посмотрю потом хотя у меня 29 человек сейчас смотрят у газ конца у меня чуть больше у нас 23 вода а его это интересно даже такое таки конечно зайдем посмотрим баба бабачик этого владимира надо нарезать это обязательно у вас 49 да у вас 49 а вот а вот если им предложить это самое они не соглашаются сколько просили ну ребят ну не хотят они ну вы предлагали Владимир Владимирович вы чуть-чуть поточнее показывайте свои мысли ну я не знаю как ежики это делают Екатерина Мамонтова приветствую здравствуйте добрый вечер была в КВЕ нехорошая сценка где там этот Барби со своим Кеном там немножко ругаются и он говорит Барби говорит ну у нас же с тобой было говорит нет говорит это просто хозяева нами вот так делали хорошо я Владимиру расскажу этот старый анекдот который оба чата знают но я надеюсь что Владимир его не знает два еврея выходят из известного здания на Лубянке ну вы поняли о чем я говорю ну да 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 один так голову поднимает говорит Хаим посмотри какое небо голубое а Хаим такой весь смурной говорит да суки они это умеют это точно особенно мне понравился ваш этот самый главный он вчера объявил что значит 74 года жизнь средняя жизнь значит по России значит так что теперь я думаю что будут оказываться те кто меньше проживут на благое дело Петрович спасибо большое вот и первый донат прилетел спасибо не зря мы смеялись это самое хохот да нет Владимир я во первых откровенно положа руку у нас сердца скажу я очень рад что я с вами познакомился спасибо надеюсь что мы с вами еще не раз встретимся а вообще-то Виталий подожди бабайчик я хотел анекдот рассказать человек за жизнь говорил я ему тут вспомнил анекдот давай и Сарочка говорит а что говорит Абрамчик умер таки да умер то-то я смотрю его хоронят товарищи а где Хаймович Хаймович на даче так таки он себе купил дачу так нет он на даче показаний Ой ребята ну с вами конечно это самое с вами весело я не ожидал что я получу такой подарок сегодня вы нам тоже сделали приятно мы рады были с вами познакомиться очень-очень-очень приятно было встретиться с вами ладненько я вам я все же должен освободить сцену для следующего таки вы уже уходите да а почему так медленно не ну я могу остаться я могу посидеть с вами у тебя с арифметикой неправильно он говорит что значит арифметика неправильно но ты будешь пятым как пятым а мы уже четверых послали как из вас излагает красиво собака помните откуда это спасибо как красиво излагает собака есть еще такой же веселый собеседник давид я боюсь как бы он это немножко не обиделся скажет что мы нашли себе другого давида не 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 волнуйтесь я я ему конкуренцию не составлю я ему только добавлю спасибо я получил колоссальное удовольствие спасибо нам тоже было очень хорошо тепло по-домашнему владимир чтобы вы так жили как мы о вас думаем что ж так плохо то нет хорошо наоборот хорошо доктор я говорит ходить буду да под себя а нет не так врач приходит утром утренний обход ну вот пациент в пятый умер так больной перед смертью потел потел хорошо вы знаете у вас вы болеете поэтому ну доктор я буду жить вы будете жить но курить пить и женщина нельзя слушайте доктора зачем мне такая жизнь доктор я буду жить будете а смысл ой ребята ребята это точно у вас замечательная коллекция машин да я увидел я разглядел я знаю что это такое я знаю сколько это стоит все я могу сказать что это небольшая часть коллекции я понимаю вы знаете вы знаете такого блогера вова дружинник нового дружинник но канал дружинник его зовут владимир нет я слышал за него но у него у тоже замечательная коллекция машины вам бы если вы встретились у вас был бы о чем поговорить они это они это умеют вот я я вам скажу что это примерно ну так одна десятая часть коллекции ох нифига себе у у меня у меня были ребята здесь ну случайно заехали когда во двор я позвал их на чашечку кофе с канала звезды корреспонденты ваш канал они сделали репортаж что там по другой теме сделали и вот оператор оператор он у него глаза загорелись он когда шел горит а можно я это поснимаю снимать репортаж не получился все посмотрели на машинке он он был это вот знаете как ребенок вот он увидел это глаза горят и ну там репортаж получился на другую тему был владимир мы же мальчишки мы мальчишки мы до седых до седых волос мы мальчишки у меня кстати здесь был был такой же между собой чик и значит меня парень ребята значит я забыл как канал называется где-то надо посмотреть можно вспомнить значит он говорит ну ты на деда мороза смакиваешь на санта клауса нет а я говорю ну давай это самое какой-то подарок хочешь и он так ламборжини я говорю не вопрос я иду в кладовку и достаю ламборжини на самовывоз да вот до сих пор лежит у меня вот здесь ламборжини его я говорю как только почта откроется я тебе перешлю его уже в чате пишут владимир анекдоты доктор у меня голова кружится я вижу на что жалуйтесь владимир у нас просто в чате еще люди присылают анекдоты мы все время озвучили поэтому это баба я со своего чата прочитал с моего чата пришел другой доктор горд вы помните когда у меня шалили нервы что вы мне посоветовали ну как что завести любовника так вот доктор объясните моему мужу что я не блять я лечусь мимо фима ты слышал рыбиновичу приписали строгую диету ну целя теперь мы можем пригласить его на ужин это ребята веселые но у нас чат тоже такой у нас позитивный чат мы не мы владимир мы не ругаемся это классно это классно это очень много не хватает вот юмора не хватает людям и добра и все прочее что-то последнее время очень сильно клинит ли я честно говоря когда вы пришли так думаю ну попал опять опять какую-нибудь тему так это сама еще география такая ну ташкент думаю ладно еще это самое лепешки чай ну никак не не ожидал вы мне сделали такую будем будем говорить так вы мне сделали вечер вы хотя бы записывали вы записывали я записывал если что обращайтесь мы тоже да я понял я понял это от одесса рынок мадам сколько стоит ваша курица 40 гривен а если так чтобы я вас плохо не думал ашкент рынок мужик подходит курицу почему продаете 100 долларов слышь ты вообще офигел чё так дорого ты знаешь деньги спасибо что вы что-то из головы повылетало я слушаю так это самое не всплывает что-то это самое евреи провожают гостей говорит как жаль что вы наконец-то уже уходите это точно ну ладно к ребятки хорошего владимир владимир спасибо замечательная замечательная беседа спасибо рады были вот этому приятному знакомству мир вашему дому спасибо взаимно всего доброго ребятки всего хорошего всего хорошего притормозить